Это кайло, кузнечные сварки, вот это вот, вот это и нижнее. Это найдено все на рудниках. Сергей Агарышев – исследователь со стажем, но перед журналистами скромничает и говорит, что это всего лишь увлечение. Однако за четыре года он успел собрать большую коллекцию. Его находки представлены на выставке «Медь земли Пермской». Среди них медистый песчаник, образцы шлаков, орудия и так далее. Как сам говорит, основная цель – это познакомить пермяков с историей края. Медь – это такая эпоха мощная, но об этом никто ничего сейчас не знает толком. И наша вот миссия, она получается, что миссионерская. Мы просто раз взяли без всякого стеснения, прямо и просто начали всем говорить, что вот смотрите, вот сколько медь сделала для нашего края, для нашего государства. Медь – часть истории Прикамья. Благодаря природному богатству, медистым песчаникам и их переплавке в промышленных масштабах, Пермская земля стала родиной цветной металлургии России. Вот с такого камешка началась целая история. В 17 веке Петру Первому понадобилось много металла для выплавки пушек и чеканки монет. Тогда-то на Урале и началась в промышленных масштабах добыча медистого песчаника. И появились первые металлургические заводы. Среди экспонатов есть предметы быта, сделанные из меди и медная руда, орудия труда, монеты и даже осьминог. Казалось бы, зачем он здесь? Оказывается, что в крови этого моллюска тоже находится медь. Так выставка рассказывает и о том, где содержится медь, и о всех волшебных свойствах этого металла. Есть и другой общечеловеческий аспект, о котором мы себе позволили сказать в рамках естественно-научного музея. Мы говорим о том, что медь – это не только металл, который играл роль 300 лет назад, это еще и металл, который проншивает всю нашу повседневную жизнь. Огромное количество прикладного применения меди, начиная от памятников, хоть статуя свободы, хоть пермяк соленой уши – это все сплавы меди, и заканчивая медными платами или медной проволокой. Сейчас в планах Сергея Агарышева создать музей пермской меди. Вместе с единомышленниками он ведет активную работу. Ну а посетить выставку и окунуться в историю пермяки смогут в течение двух месяцев. Андрей Голдарев, Ярослав Алакин, телекомпания «Ветта».